Ольга Бедниченко Как это можно создать? Рассказывайте Но самый первый вопрос, как началось ваше увлечение? Почему именно фуд-фотография? Поделитесь с нами, пожалуйста На самом деле я увлекаюсь фотографией уже около 7 лет Из них больше 4 это фуд-фотография и предметная съемка Я фотографировала людей, но когда я попробовала фотографировать предметную съемку, именно еду Это оказалось совершенно волшебный мир Мир, который видишь только ты и создаешь ты И от тебя зависит, насколько она будет съедобная, насколько она будет вкусная, красивая Это настолько меня увлекло, что это, наверное, какая-то сказка И я решила этим заниматься профессионально Сказка, несмотря на то, что она живая, но не живая Например, того, как вы фотографируете, вы можете поговорить, сказать Улыбничать, посмотри на меня, как быть едой Вот мы сейчас видим фото, это сказка, это правда волшебство, очень красиво Но все-таки вот эти различия, фотографировать человека и еду Вот с человеком же можно поговорить, прими такую позу, такую Как быть едой? На самом деле с едой мне намного проще Потому что едой управляю я и делаю все сама Я перекладываю, переставляю, я меняю, я могу сделать 150 тысяч кадров и выбрать самый красивый Так мучить человека мне тяжело А еду, в принципе, можно и помочь Да, я готовилась к нашему разговору, прочитала много интернет-ресурсов И нашла научно такую интересную информацию, что зачем фотографировать настоящую еду Можно какую-то бутафорию обильно полить лаком, маслом и будет красивее, чем живая Я думаю, что вы, конечно же, не согласитесь с этим мнением Я абсолютно не согласна, потому что в первую очередь фотографируем еду для рекламы Для социальных сетей, для заведений, ресторанов, кафе, кондитерские, пекарни Все, что угодно, что связано с едой Ну и предметная съемка И для того, чтобы это подать красиво, именно то, что есть на самом деле Ведь когда придут гости или посетители кафе По этой фотографии рекламной и увидят совершенно другое, они больше не вернутся Самое главное красиво подать то, что есть на самом деле То есть ваши заказчики — это рестораны, клиенты, фуд-стилисты Вот как происходит этот процесс? Вот вам говорят, мы хотим или меню, что это происходит, вдохновение, как что придумывается? Расскажите, пожалуйста, посвятите нас в этот мир Ну все зависит от того, какая цель фотографии Если это социальные сети, это наиболее приближенные к стильным, красивым, современным фотографиям Именно сегодняшнего дня Если это для меню, мы делаем красиво, чаще всего в классическом жанре Чтобы клиент увидел меню и захотел то или иное блюдо себе заказать Если же это какие-то другие, например, цели для журнала, тоже рекламная фотография Но каждый заказчик, он видит по-своему И я лишь могу предлагать, показывать, направлять, потому что более в этом профессиональнее На самом деле целей намного, очень много И зависит от этого, выбираем то направление, которое наиболее выгодное будет для этой фотографии То есть, как говорят, хорошая съемка еды — это когда чувствуешь ее запах и уже вкус, когда смотришь А все-таки какая основная трудность в вашей работе? Вот, к примеру, какого-то салата сделать в меню Как это начинается, в чем основная трудность? Ну, самое трудное, в принципе, я настолько люблю свою работу, что трудности для меня всегда интересны Самое трудное, как для любого фуд-фотографа, это снять что-то такое, которое нефотогенично вообще Может ли быть нефотогеничная еда? Да, мне так интересует этот вопрос, как ее сфотографировать аппетитно, если она нефотогеничная? На самом деле, бывает еда нефотогеничная, и тут уже приходится выкручиваться немножко другими секретами Ну, например, добавляются разные предметы для съемки Это может быть текстиль, это красивый фон, это какие-то детали Допустим, рассыпанная морская соль, или перец горошек, или это может быть красивые столовые приборы И ты уже выкручиваешься в целом из композиции Бывали у меня такие случаи, когда, ну, например, приведу пример, баклажанная икра Они нефотогеничные, да, абсолютно? Или, допустим, тушеные грибы Они все, ну, если это можно назвать каша-малаша Вот, это надо подать настолько красиво, чтобы захотелось прямо сейчас съесть Хорошо, вот раз мы же так фотогенично, нефотогенично перешли Какая самая фотогеничная еда? Ой, я обожаю десерты Вы знаете, почему я спросила? Потому что следующий мой вопрос был таков, что мне кажется, что больше всего вам десерты нравятся Почему? На самом деле, я очень люблю десерты и больше люблю их глазами, чем есть Но они настолько фотогеничные, они настолько воздушные, они настолько, ну, не знаю, если выбирать, сравнивать как-то со съемкой людей, то это как дети Они такие красивые, они всегда красивые, потому что нет некрасивых детей Так и десерты, они утонченные, кто-то более брутальный, кто-то более воздушный Ну, как-то вот съемка именно десертов, она приносит мне особое удовольствие Особое, да? А вот вашу самую первую съемку вы помните? Наверное, это тоже был десерт или нет? Вот такая уже, которая Если говорить, для себя я снимала абсолютно все, для своего вдохновения, для своего портфолио Если говорить о профессиональной съемке, то это были кондитерские изделия, да, это была первая съемка, которую я снимала Это были зефиры, это были тортики, это были пирожные всевозможные Обожаю макарон, десерт французский снимать Ну, видно, что это ваша тема, но все-таки хороших фуд-фотографов можно по пальцам перечитать Вот все к этому стремятся, но что говорить? И вот у меня такой вопрос, а отличие украинской фуд-фотографии от европейской? И вообще, какие тенденции сейчас? Расскажите На самом деле, украинская фуд-фотография, она только на этапе развития Если в целом в мире я наблюдаю уже около 10 лет за всеми тенденциями, особенно Европа, США То в Украине это только развивается Но мне очень радует, что многие блогеры, не только в фуд, но и в инстаграм-мире, в фейсбук Они повторяют за тенденциями Европы Если говорить о том, что наиболее современное сейчас, это флет-лей Так называемый флет-лей Что это, а смешайте? Это съемка, которая снимается всегда сверху Под углом 90 градусов к объекту съемки То есть это плоское изображение, но оно чаще всего используется для рекламы Если говорить о съемке другой, ну в принципе любой съемке фуд-фотографии Очень важен фон Фон сейчас по модным тенденциям, это составленное дерево Это бетон, это мрамор, это полностью черный фон Это может быть помятая скатерть во французском стиле Прованс Это то, что касается фона Если говорить о предметах, это всегда текстиль Красивый, неброский, без какого-то орнамента Это серый, бежевый, тона белая Опять же, это где-то идет с Франции, с Италии, оттуда тенденция Вот эта атмосфера, да, правда, да И то есть мы ее наследуем Да, я думаю, что вы в своих работах так же самое Может вы сейчас на чем-то интересненьким работаете Или все-таки давайте я так перестрою вопрос Какую бы еду вы еще не фотографировали, но очень бы хотели То, что десерты, это понятно, но все же Вот что-то может интересненькое такое Очень мне нравится еще снимать коктейли На наших фотографиях тут есть немножко коктейли Да, да, зрители могли увидеть Вот, это тоже особая такая интересная атмосфера Что касается того, что не фотографировала, вот сразу так не скажу Ну, люблю абсолютно всю еду Поэтому, не знаю, возможно что-то появится то, что не снимала В любом случае это всегда интересно, очень интересно Ну, а вообще популярна фудфотография в Николаеве Как часто заказывают ваши услуги, вот, в частности для ресторанов, для меню, может быть просто для какого-то дизайн рекламы Обороты В принципе, сейчас Николаев набирает обороты, это очень радует Потому что Одесса, Киев, если говорить о украинских городах, они уже далеко впереди И все рестораны и кафе знают, насколько ценность красивой, качественной рекламы с качественными фотографиями И, к сожалению, не все фотографы готовы это делать Поэтому сейчас набирают обороты Николаев понимает ценность этих фотографий Да, заказов много И очень радует, что реклама становится качественнее Реклама становится вкусной Это самое главное для любой еды Да, вкусная реклама, это действительно хорошо Что новенького вы можете сфотографировать Если мы можем узнать в вашем инстаграме Да, все ваши новинки Спасибо вам огромное Очень позитивная гость Я была у нас в гостях Ольга Бедниченко, фудфотограф Спасибо вам